Америго Веспуччи – это итальянский мореплаватель, по имени которого был назван континент Америка. Он родился в 1454 году во Флоренции, а умер в 1512 году в Испанской Севильи. Америго воспитывался и учился у своего дяди Антонио Веспуччи, известного ученого. В 1490 году он отправился в качестве купца в Испанию, где в Севильи поступил в итальянскую торговую контору. Так как на попечении этой конторы лежало снаряжение второго и третьего путешествия Колумба, Америго Веспуччи имел случай познакомиться с Колумбом и, наконец, решил сам исследовать открытые тем земли. В 1499 году Веспуччи принимал участие в экспедиции адмирала Алонсо Гайедо в Суринам. В июне следующего года он вернулся в Испанию и отправился в Португалию. Отсюда Веспуччи, по всей вероятности, сопровождал в 1499–1500 годах Пинсона, предпринявшего путешествия в Бразилию и Вест-Индию. В 1501–14 годах Америго предпринял на португальских кораблях еще два путешествия в Америку, во время которых исследовал главным образом бразильское побережье, вплоть до мыса Канонеа – 25 градусов южной широты, а может быть, даже еще несколько южнее. По настоянию Колумба он в 1505 году вновь поступил на испанскую службу, был в 1508 году назначен главным штурманом в плаваниях в Индию и получил права испанского гражданства. Известие о том, что в 1507 году Америго предпринял «пятое путешествие в Америку» – недостоверно. Предложение назвать «Новый свет» именем Америго было сделано, как это впервые доказал Гумбольд, без его ведома немецким типографом Мартином Вальдземюллером из Сен-Дье в Лотарингии. Последний, в 1507 году, в известном сочинении «Космография и интродукцио» напечатал под названием «Хелокомилус» Описание путешествия Веспуччи Предложение Вальдземюллера получило вскоре всеобщее одобрение. В XIX веке ученый Марку пытался доказать, что название Америки происходит от индейского племени америкесов или от горной цепи в Никарагуа того же названия, и что Веспуччи лишь впоследствии изменил свое первоначальное имя, которое было не Америго, а Альберико. Однако, позже была доказана необоснованность этого предположения. Субтитры создавал DimaTorzok